Яндекс.Такси Он успешно развивается у нас. Если его, грубо говоря, брать как альтернативу, то очень крутой браузер на территории России. Пользуюсь также другими приложениями Яндекса. Например, Яндекс.Алиса, который встроен как раз в Яндекс.Браузер. Очень удобно. Также дома есть Яндекс.Станция, которая как раз на основе Алисы. Там умный дом, умные розетки, всяких много разных продуктов. Соответственно, пользуюсь и другими приложениями Яндекса. Яндекс.Такси, Яндекс.Доставка, Яндекс.Карты, когда особенно удобно пробки посмотреть. Опять же, это, наверное, лучший навигатор на территории СНГ. Поэтому Яндекс – очень крутой продукт. Официальный день рождения поисковой системы Яндекс.Ру 23 сентября 1997 года. Несмотря на то, что Яндекс не был первой поисковой системой в России, раньше появились Рамблер и Аппорт, он стал быстро набирать аудиторию и стремительно развиваться. Браузер собственной разработки появился у Яндекса в 2012 году. Его мобильная версия – в 2013. С 2014 года расширяются сервисы. Появляются Яндекс.Город, Яндекс.Мастер, выходит новостное мобильное приложение. В следующем году Яндекс.Парковки, Яндекс.Радио, Яндекс.Транспорт и Яндекс.Погода. Сегодня у Яндекса более 20 сервисов и приложений. Из Яндекса я пользуюсь чаще всего Яндекс.Такси, потому что очень удобно и быстро перемещаться по городу и довольно дешево. Еще один из моих любимых браузеров – это Яндекс.Браузер. Как по моему мнению, он довольно быстрый, удобный. И пользуюсь Яндекс.Картами, чтобы посмотреть пробки, сколько мне добираться до университета, например, или через сколько приедет автобус на мою остановку. Яндекс.Браузер удобный, я пользуюсь им. Разные приложения, допустим, Яндекс.Дзен, новости те же самые, Яндекс.Пробки, навигатор, что угодно. Яндекс.Такси. Яндекс.Удобен и просто. Похоже, Яндекс.Прочно занял позиции в наших смартфонах и компьютерах. Екатерина Косевич, Петр Васильев. Наше время. Редактор субтитров А.Семкин